Поваленные деревья, электроопоры и оборванные провода. После урагана 2500 дончан до сих пор остаются без света и водоснабжения. С последствиями непогоды коммунальщики борются уже третьи сутки. На подмогу вызвали аварийные бригады из соседних городов. Подробности у Елены Виток. Вон совсем поломано это уже, вон отскочено, видите, какая дырка. Жители улицы Семашко показывают поваленные деревья сквера в Кировском районе. Из-за сильного ветра там падали не только тополя, но и электроопоры. Такое произошло первый раз. Погас свет, потом раздался такой треск, что я думала крыша съезжает. Оказывается деревья повалились. Третьи сутки жители Кировского района без света и воды. Из-за порыва электролиний обесточены улицы. Люди сетуют на бездействие коммунальщиков и боятся ходить мимо поваленных столбов. Светлана жалуется. Оголенные провода лежат прямо в их дворе. Оно все сыпалось на провода. Никто ничего. Вот три дня пришли, посмотрели вот это вот все. И все. Никто ничего не делает. Магазины стоят, продукты пропадают. Разряженный телефон, испорченные продукты в холодильнике и стирка вручную. Для Оксаны Василенко отсутствие света стало настоящим испытанием. Годовалого ребенка молодая мама укладывает спать засветла. Ну уже третий день мы страдаем без света. Ну как бы тяжеловато с маленьким ребенком. Им надо свет, играться, а при свечке сидим. Очень тяжело. Ураган снес около полутысячи деревьев. Без электричества остались почти две с половиной тысячи дончан. Бригад работает 8, 19 единиц техники, харцизские сети. Сила буря была такой степени, что было разрушено 4 опоры металлических. Аварийная ситуация усложняется тем, что опоры находились в частном подворье. И доступа к ним практически не было. У коммунальщиков Донецка не было выходных. Городской голова сообщил, работы будут вестись круглосуточно до полной ликвидации посредствий стихии. Приступили к восстановлению. Будут из резервного фонда горсовета выделены финансовые ресурсы.